Ребята, всем привет! Я решила снять видео, в котором покажу вам все свои сумки, всю свою коллекцию. Это все сумки, но, наверное, половину из того, что я вам сегодня покажу, не так давно я отдала, раздала. Поэтому представьте, что их было еще больше, и сейчас, когда я смотрю на эту гору сумок, мне, честно говоря, становится как-то неловко, странно, что у меня столько сумок, и, конечно же, я половину из этого не ношу. Какую-то часть, очень даже немаленькую, сумок подарили. Я волновалась снимать такое видео, и у себя в сторис в инстаграме рассказала о том, что меня просят снять такое видео, но мне, ну, страшно от того, что люди начнут думать, что я выпендриваюсь или еще что-то. Я не выпендриваюсь, я хочу, чтобы все знали, ну, я думаю, что многие, кто смотрит меня давно, вы знаете, что я простая, обычная девчонка, да, у меня есть возможность покупать какие-то дорогие вещи себе, но во всем остальном, ну, мне кажется, я абсолютно без понтов. И надеюсь, что это видео не заставит кого-то подумать, типа, блин, я ее ненавижу, почему она так хорошо живет. Надеюсь, что это видео кого-то смотивирует на то, чтобы, не знаю, заработать денег, купить себе какую-то классную сумку, например, или просто, ну, я не знаю, какую-то мотивацию в хорошем плане надеюсь, что это видео даст, а не такое, что, типа, блин, как меня достала эта блогерша, почему она выпендривается своими вещами, как вообще можно тратить такие деньги на такие вещи. Все равно я считаю себя ближе к народу, я бы могла выпендриваться постоянно, понтоваться, и, конечно, вот эти понты, наверное, это больше для каких-то других блогеров, перед ними попонтоваться, типа, вот, посмотри, какая успешная, я тоже могу себе это позволить, но я такое не люблю, мне намного легче, спокойнее, приятнее живется, когда моя аудитория, благодаря которой я и могу покупать себе какие-то такие вещи дорогие, она понимает, что, ну, да, у меня есть на это возможность, но при этом я все равно остаюсь человеком и, там, не имею звезды в голове какой-то. Конечно же, я понимаю, что большая часть населения нашей страны, да и вообще, в принципе, да, в мире, ну, не имеет таких возможностей, и, блин, это очень такое долгое начало, я понимаю, что оно уже надоело, уже скучно, хочется уже, когда начнутся сумки, но я просто реально, правда, очень нервничаю, поэтому надеюсь, что вы просто порадуетесь в какой-то степени за меня, что у меня есть какие-то такие вещи, и в какой-то степени, ну, не знаю, смотивируетесь, в общем, надеюсь, что вам будет это интересно. Я думала начать с самой дорогой сумки и так далее, и так далее, но, как правило, обычно, когда я показываю какие-то вещи, которые у меня появились, еще что-то, сумка, обычно я показываю ту сумку, с которой я хожу, первый, Так что эту сумку я купила абсолютно недавно, и мои подписчики об этом знают, кто смотрит мои влоги. Да, в январе, то есть она такая прям у меня очень новая. Вообще, я не так часто покупаю себе дорогие брендовые вещи. Это сумка Yves Saint Laurent. Я правильно сказала, да? Yves Saint Laurent. Короче, это она. Она стоила... Я не знаю, говорить, сколько стоила или нет. Во влоге своем я не рассказывала, сколько она стоит, поэтому скажу сейчас. Она стоила 150, по-моему, тысяч, что-то в этом духе. Она офигенно пахнет кожей до сих пор. Я сейчас хожу именно с ней уже не знаю сколько, но вот как купила, сразу начала ходить с ней. Она очень красивая, большая, вместительная. Здесь вот такие ручки. Вот так вот я ее ношу. Можно их удлинить. Можно носить вот так, грубо говоря, но я такое не люблю, если честно, мне это не нравится так носить. Поэтому я обычно ношу ее либо в руке, либо вот так я ее ношу, либо вот так ношу, да? Ну, вот так вот эти... Либо вот так. Но из-за большой куртки сейчас зимой мне не очень удобно ее носить так, когда иду по улице, поэтому чаще я ношу ее в руке. Почему я решилась на эту сумку? Потому что я очень люблю такие сумки. Конечно, дорогие! Она такая прям на каждый день повседневная, вместительная. Я люблю носить много всего. Сейчас я вам даже слегка продемонстрирую, что у меня здесь. На самом деле здесь не очень удобный замок. Казалось бы, он должен быть удобный, потому что здесь просто магнитная штука, и вроде как с одного раза у меня получилось. Но обычно это начинается вот такое вот возить, и не всегда попадает в первый раз, и мне приходится иногда вот так вот наклоняться и смотреть, куда ее там заставлять. Но в целом это не проблема. Здесь у меня лежит паспортница, которую подарила мне на день рождения Карина от бренда Prada. Не могу сказать, что она сильно удобная. Ну, удобная, наверное, но что-то как-то я переживаю, как будто бы... Ну, короче, она не закрывается до конца. Я сюда еще карточки засунула, еще и деньги сюда засунула. То есть я избавилась, избавилась. Просто убрала в стол карт-холдер, потому что у меня там, по сути, не так уж и много карточек. У меня как бы из банковских карточек вообще только одна. И что, у меня здесь какая-то наличка, еще какие-то карточки, типа скидочные, там, собачий магазин, еще что-то. Ну, права, понятное дело. Очень нравится, как выглядит. Классная штука, но меня бесит, что здесь ее нельзя никак закрыть, потому что я переживаю. Когда я ее в сумку кладу, мне всегда кажется, что у меня начнет портиться паспорт, потому что что-то туда упадет, нажмется, как-то сомнутся страницы. Ну, короче, это единственный такой минус, который мне не нравится. Ключи, маска какая-то вонючая, надо ее выкинуть. Обычно я всегда новые беру, у меня в коридоре даже целый пакет с ними. Карандаш для губ, блеск для губ, вот такой вот. Так что да, очень классная. Была такая размером меньше, и разница в цене там была 10 тысяч, и я подумала, что это бред. Но я и не хотела маленькую, я хотела именно большую, потому что... Ну, потому что сюда много чего помещается, и моя влоговая камера, и телефон, и куча всяких моих прибамбасов. То есть намного удобней. Так что вот, я ей ставлю лайк. Сейчас это моя самая любимая сумка, я с ней сейчас хожу, и, ну, я уверена, что она прослужит мне очень долго. И вообще, что я поняла с этими брендовыми дорогими вещами, у них намного лучше выносливость, скажем так. Ну, реально, все равно качество, то есть ты все равно понимаешь то, что ты не только за бренд платишь, но и за качество. И я не сомневаюсь, что эта сумка мне прослужит очень долго. Моя была первая покупка брендовых сумок, из брендовых сумок. Это сумка Louis Vuitton. Я очень сильно люблю, даже смотрела видео про то, для чего каждая сумка служит у, ну, у Louis Vuitton. Типа, бренды, они же создают сумки не просто так, оказывается, у них у всех свои истории. Типа, эта сумка была предназначена для того, чтобы здесь бухло перевозить. Типа, сюда пять бутылок помещается. Вот так вот, раз, два, три, четыре. И одна, типа, как-то кверх ногами. Ну, что-то такое. Ну, я думаю, ну, интересно. Конечно, да, наверное, у меня есть какая-то независимость от брендов. А, типа, если я покупаю дорогую брендовую сумку, мне надо, чтобы на ней было прямо четко написано и видно, что это вот, ну, дорогая брендовая сумка. Иначе какой смысл? То есть, да, если бы эта сумка была просто коричневого цвета, то... То есть, понятно, для чего покупаются дорогие брендовые вещи. Но мне кажется, что отчасти именно для того, чтобы все знали, что это дорого и богато. То есть, да, у меня есть обычный бежевый-черный шарф, который стоил, там, может, четыре тысячи рублей, две тысячи рублей, там, в Zara, не знаю, еще где-то я брала. Вот. И я их нормально ношу, спокойно, да, но просто... Понятное дело, что если бы обычный был черный или белый брендовый шарф, на котором ничего не написано, не показано, то я бы не стала за него платить деньги, потому что, ну, никто же не поймет. Но вы поняли, да? Понятное дело, что одна из причин, почему я покупаю себе брендовые вещи, потому что, ну, как бы люди смотрят. Я говорю не про своих подписчиков даже больше, а, наверное, про рекламодателей, которым интересно со мной посотрудничать. И просто не расскажешь же всем рекламодателям, что на самом деле я и вправду успешная, востребованная. Я очень много всего сделала того, что я просто не показываю на все вообще обозрение. Поэтому приходится, такая у меня сложная жизнь, приходится покупать себе какие-то брендовые вещи, которые говорят о том, что я востребована. Что со мной можно работать, потому что, ну, со мной много кто работает. Ну, как бы так объяснила вообще отстойно, ну, вы поняли. Это была моя первая сумка, она стоила, по-моему, до 100 тысяч. По-моему, она стоила 97 тысяч, если я не ошибаюсь, что-то такое. Следующая сумка, это сумка Prada. Мне привезла ее Карина из Лондона, она ее там покупала. Она стоила, по-моему, 120-130 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, она классная, внутри здесь все очень красивенько, написано везде Prada, 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 здесь тоже написано. Она бежевая, вот, у нас с Кариной одинаковые сумки. Она регулируется, можно сделать покороче, подлиннее. И здесь вот такой вот кармашек, у меня обычно в нем стики лежат, это такой мой тайник. Ну, и понятное дело, чем она классная, что ее можно как на себя повесить, так и можно отсоединить эти штучки, да, и носить ее просто, ну, короче, вот так вот просто носить. Она клевая. Дорогие сумки я храню очень аккуратно, они у меня лежат в шкафу, в пыльниках, в коробочках, то есть у меня прям к ним такое отношение, что я столько за них денег заплатила, они должны мне служить просто до самой старости. Не знаю, почему, но вот я иногда люблю прибедняться, потому что мне не хочется, чтобы кто-то подумал, что я какая-то там, вот, знаете, на все подряд бабки разбрасываю, это не так. Так, сейчас я вам покажу сумку, о которой я реально мечтала, и для меня, почему это была мечта, наверное, потому что она самая дорогая из тех, которые у меня есть, и мне было очень сложно на это решиться, это был просто отвал всего, и мне казалось, что если у меня появится эта сумка, то я буду просто, ну, сам счастливой. Ну, да, в целом я очень счастлива, это сумка от Dior, черная, кожаная, с золотыми вот этими штучками, ну, я не знаю, золотые нет, ну, достаточно тяжелые очень даже, я бы сказала. Это седло, многие говорят, что эта сумка отстойная, потому что что за бред, вообще седло, но для меня эта сумка, это просто, ну, я не знаю, такая элегантность, такая вообще, ну, просто, я сразу чувствую себя такой бизнес-вумен, успешной женщиной. Эта сумка, действительно, она придает какой-то уверенности в себе. Конечно, она очень дорогая, безусловно, это просто сумасшествие. Я видела в Турции такую же сумку за 20 тысяч, и мне очень хотелось ее взять, но, наверное, я бы не смогла ее так ценить, если бы я знала, что это, ну, типа, паленка. У меня нет паленых сумок, у меня просто есть и дорогие, и дешевые сумки, но паленых нет. Хотя, честно скажу, у меня несколько раз были мысли, типа, ой, блин, куплю, и просто никому рассказывать не буду, типа, ну, купила, когда это купила, просто не снимала об этом влог. Я могу доказать оригинальность каждой своей сумки, потому что у меня есть влог из ЦУМа и все такое, только вот, правда, нет, потому что ее Карина в Лондоне брала. Кстати, у Гара, прикиньте, она мне паленку привезла, я себе деньги забрала, нет, такого не может быть. Ну, короче, она классная, к ним еще продаются ремешки, но на это меня уже не хватило и денег, и просто мой мозг сказал, ты чего, остановись. Ремешки у них есть такие длинные, чтобы тоже носить вот так вот через себя. Я померила, мне сейчас как-то ничего не понравилось, не зашло, но я знаю, что они стоят, там, самый дешевый, наверное, тысяч 60, и то, я могу ошибаться. Ну, пусть будет самый дешевый, типа, за 80, а некоторые там есть за 100 с чем, то есть проще купить еще одну сумку. Ну, это если, как бы, у тебя дофига денег, тебе вообще пофиг что покупать, то, конечно, можно и 5 ремней взять, и вообще ходить просто постоянно ремни менять. У меня такая зернистая кожа здесь, и на самом деле вот это седло, да, она есть в абсолютно разных кожах, цветах, что там только нет в тканях. Есть лакированная, есть просто гладкая кожа, я выбрала зернистую, потому что на ней не видно всякие вот эти вот от ногтей, еще что-то поцарапал, то есть у более гладких сумок будет это видно, да. Я об этом говорила с консультантом в магазине, и мне сказали, что лучше брать такую, то есть я не постеснялась, спросила, я говорю, какие чаще берут. Не потому что я хочу все, как у всех, а потому что, ну, я в этом не сильно разбираюсь, и мне надо, ну, как бы, взять что-то более практичное, потому что... Потому что я не разбрасываюсь с бабками, я не каждый месяц там покупаю себе какие-то такие вещи, да и не каждые 3, наверное, 4 месяца. То есть это, ну, бывает такое, что я купила одну и затем вторую, но потом долгое время я себе ничего брать не буду. Так что да, она у меня хранится в пыльнике, лежит у меня в шкафчике тоже, вот такой вот красивенький. Ну, это правда мечта, я просто смотрю, что я, в принципе, нормальную такую коллекцию собрала с сумок за эти, сколько там, полтора-два года, не знаю. Не помню, когда я купила первую свою сумку, но это можно отследить, кстати. Сумка от Dior обошлась мне в 240 тысяч. Следующая моя сумка, это была моя вторая покупка, это сумка от Gucci. Она очень тоже красивая, мне нравится, но она, видите, такая уже небольшая, маленькая, сюда немного чего вмещается. Но все равно, все равно здесь немало места. Как вы можете заметить, у меня сумки чистые, я мусор из них весь достаю, все раскладываю, когда меняю. Ну, понятно, с моей-то сумкой у меня там вообще же есть черт ногу сломит, потому что у меня там и маски, и перчатки. Эта сумка стоила, по-моему, 110 тысяч, 111 тысяч, что-то вот такое. Ну, мне кажется, она, по-моему, столько и стоила. И в тот день, когда я купила себе эту сумку, я шла вообще за другой сумкой. Кстати, об этом у меня тоже есть влог на канале, как я покупала эту сумку. И в тот день, когда я купила эту сумку, я шла покупать сумку от Louis Vuitton, которая похожа на Prado, вот эту вот через плечо. Но мне сказали, что их нет, и в ближайшие полгода их не будет. Так и было, их нигде не было, на них был какой-то лютый ажиотаж. Их нигде не было, все как сумасшедшие их искали. И сейчас я рада, в принципе, что я не стала ее покупать, потому что мне намного больше сейчас нравится сумка от Prado, которую я вам показывала. И самое интересное, что недавно, как раз, когда я была в магазине, покупала свою вот эту сумку, Yves Saint Laurent, я увидела, что они появились, и они стоят намного дороже, чем стоили. То есть тогда, когда я хотела купить ее, она стоила, по-моему, 110 тысяч или что-то 120 тысяч. Как раз столько я и планировала потратить в тот день на сумку эту. Сейчас они стоят 160 тысяч. Я спрашивала в магазине, сколько стоят, мне стало интересно, ну, что-то изменилось или нет. Я не знаю, это из-за того, что там доллар что-то вырос, поменялся, не знаю, кто там, что, куда. Либо просто потому, что они такие модные и все такое. И я такая, типа, знаете, как будто на одной волне. Я ему такая говорю, да, я как раз хотела ее купить, но мне сказали, что их не будет, и я решила, короче, одну-другую взять. И сейчас, смотри, они появились. Ну да, это сейчас уже не модно, мне уже она не нравится. Такая вообще, я так угораю. Он такой, да, да, типа, я такая прям постоянно в сумме, ну, короче, угорь. Но она классная, миленькая, тоже много куда подходит, в принципе, из-за того, что она вот черная с таким, грубо говоря, бежевый или какой-то песочный. Но она клевая, тоже красивая, я ее люблю. Ее тоже можно носить вот так вот, тоже очень удобно. Короче, все мои вот эти дорогие брендовые сумки, они вызывают у меня эмоции, ну, реально счастья. То есть у меня нет такого, что, типа, блин, она мне что-то уже не нравится. И я считаю, что это кайф, если, ну, до сих пор я испытываю такие эмоции каждой сумки, то, ну, ничего страшного, что я потратила на них столько денег. Ничего, знаете, я так считаю, когда ты тратишь на себя денежку, ты и зарабатываешь. Потому что если ты тратишь на всех, на все подряд, но не на себя, то мироздание тебе говорит, ну, и пошла ты нафиг. Я просто знаю такую фигню, что мироздание дает ровно столько, сколько нужно тебе, для тебя. И если ты это все растрачиваешь, то мироздание у тебя это забирает. Клянусь, такое очень часто. Вот я себе что-то покупаю, и сразу же у меня какое-то предложение о работе. Я такая, ну, хорошо. Ну, я не знаю, может быть, это просто так все происходит, да, что вот у меня предложение о работе, а может быть, это мироздание. Почему бы не подумать об этом? Эту сумочку мне дарила на день рождения Катя Адушкина, когда мне 21 год, по-моему, исполнялся. Она прикольная, я тоже долгое время ходила с ней. Ну, она достаточно, конечно, такая маленькая, но она очень классная, универсальная, то есть многое подо что может подойти. У него такая цепочка красивая. Ну, короче, прикольно. Наверное, вот такую сумочку больше по кайфу носить с каким-то спортивным костюмом, типа вроде на спорте, но при этом такая сумочка. Наверное, не с платьем, ну, не знаю, с джинсами, да, с, там, сейчас, что, холодно, со свитером, но не с платьем, наверное. Следующая сумка тоже подарок, подарок от бренда Carl Lagerfeld. Правильно говорю, нет, это большая сумка, я сама ее выбирала, то есть бренд такой мне говорит, типа, Юлечка, моя хорошая, мы тебя любим, мы даем тебе депозит, приходи к нам, выбирай сумочки, какие ты хочешь. Я решила выбрать такую сумку, скажу честно, я с ней гуляла мало. Это просто не совсем то, что сейчас я ношу, то есть раньше, наверное, лет в 16 я бы с ума сходила, потому что, ну, именно по форме. Так-то она клевая, но это тоже более спортивный стиль. Здесь, конечно, много места, там у меня еще ремешочек есть, то есть тут даже открывается, сюда, в принципе, даже, наверное, ноутбук поместится. Следующая сумка тоже подарок от бренда Carl Lagerfeld. Также я выбрала вот такая сумочка. Ну, носить ее не так, хотя так тоже, наверное, можно, но я не пробовала. Сюда вообще ничего почти не вместится. Сюда вместится карточка, айкос, стики, ключи и, ну, в принципе, кардхолдер как раз можно засунуть. Здесь еще у меня лежит ремешок. Это вообще сумка на пояс, вот так, да, на пояс носить. Поэтому, хотя вот здесь такие штуки, в принципе, если купить какой-то ремешок, может быть, даже и за них зацепить можно будет. Маленькая, но она очень красивая, да, согласитесь? Вот, я не знаю, сколько она стоит, потому что это был подарок, и это давненько было, поэтому не могу сказать. Следующая сумка тоже подарок, тоже Carl Lagerfeld. Вот такое вот ведро. Я помню, как мне говорили, типа, чё? Я не помню, кто мне говорил, типа, чё за дичь? Чё за сумка такая? Я, скажу честно, не очень люблю такие формы. Вообще я такое обычно, ну, я себе такое не покупаю. Но она необычная, и я подумала, это, ну, классно, типа, для каких-то фоток, для каких-то луков. Почему нет? По-моему, прикольно. Ну, вот так неудобно, да. Ну, вот так носить можно. Ну, реально ведро такое, оно мне нравится. Ну, вот так, наверное, носить только если. Вот, здесь штучка затягивается. Она тоже достаточно вместительная, поэтому... Далее тоже подарок, тоже Carl. Поясная сумка, я думаю, что вы её видели у меня. Я уже, ну, она у меня тоже уже давненько, не знаю, сколько лет. Реально поясные сумки не ношу. То есть было время, когда я носила поясные сумки. Сейчас вам даже покажу. Я безумно влюбилась в эту сумку, её мне дарил Слава. Тоже не знаю, как давно это было, но вот у меня был фетиш, так называемый. Я носила постоянно поясные сумки. Я сходила с ума просто по поясным сумкам. Вот эту я тоже безумно люблю до сих пор. Мне очень нравится то, что здесь вот такая цепочка, и тем самым я могу отрегулировать, насколько мне её сильно затянуть. И поскольку, ну, я худая, да, скажем так уж, это правда, я могу её хорошенько затянуть. И она будет у меня, ну, как надо сидеть на талии, а не болтаться, как какая-то фигня. Поэтому я очень сильно люблю эту сумку. Реально надо её чем-то забить, потому что она скукожилась маленько. Если её забить, то всё станет на свои места. Фанатела по поясным сумкам. И вот как раз от Майкл Корс также у меня есть поясная сумка. Её я нормально так, кстати, носила в Турции, когда мы со Славой были. В сентябре, с августа по сентябрь. Ну, не весь месяц, конечно, просто так вышло. Вот. И она тоже прикольная, причём сначала как-то я не поняла в ней прикола, а в итоге я как поняла, я думала, что её надо вот так носить. Ну, наверное, так и носят, но так её пипец как неудобно носить. А потом я начала её носить на бок, и стало так удобно и так классно. То есть как-то я её по-другому начала носить. И она прям так хорошо села. То есть вот прям то, что нужно. Просто мне было непонятно, как мне её носить. а потом стало понятно, я как давай ее носить, ну понятно, что ее можно также носить и через плечо, типа, тоже прикольно, когда-нибудь, когда у меня будет своя гардеробная, вообще гардеробная, у меня будет офигенное место для сумок, можно так носить тоже, мне нравится, что здесь такая цепочка, и выглядит очень красиво, ну и, собственно говоря, вот такая вот тоже милая сумочка, она тоже, видите, такая плюс-минус, ну, больше спортивная, следующая сумка тоже подарок, это уже подарок от Фурлы, по-моему, это единственная сумка, которую Фурла мне подарила, я с ней не очень много ходила, вообще, пару раз, наверное, ну, она не подо все для меня подходит, и я не очень люблю принты какие-то на сумках, именно вот яркие, да, то есть, одно дело, спокойный, там, коричневый, да, вот, ну, типа, как здесь, да, Майкл Корс сейчас показывала, ну, вот, прям сильно какие-то ляпистые, наверное, я не очень люблю, ну, да, у меня, в принципе, все остальные сумки, они, ну, без каких-то принтов, ну, в целом, она прикольная. Следующий мой рюкзак, я почему не говорю про цены, потому что я не знаю, сколько они стоят, рюкзак от Майкл Корс, это тоже подарок, а, кстати, как и та сумка на пояс, тоже подарок от Майкл Корс, Майкл Корс тоже мне такой говорит, Юлечка, наша ты хорошая, золотая девочка, приходи, выбирай, что хочешь, его я редко ношу, потому что, ну, в повседневной жизни мне не очень удобно с рюкзаками, но какие-то поездки, какие-то там еще штуки, вообще с кайфом, ну, вот, видите, сейчас в этом году особо поездок и не было, поэтому надеюсь, что скоро он мне прям как пригодится, так пригодится, ну, думаю, что да, думаю, что должен пригодиться. Так, следующая моя сумка, я ее вам тоже уже показывала в своих видео, ну, кто смотрит мои влоги, если вдруг вы не смотрите, то, ну, если будет интересно, смотрите. Я там всегда все показываю, рассказываю, все мелочи рассказываю, показываю. Это сумка из Zara, и она очень классная, реально, она стоила, по-моему, 3 500, и я помню, как я волновалась, думала, покупать, не покупать. Кто-то еще комментарий смешной написал под видео, где я покупаю сумку от Eves Saint Laurent, типа, Юля так долго стояла и думала, брать ей сумку за 3 500 или нет, и так легко пошла, взяла и купила такую дорогущую сумку, ну, да. То есть это вот такое, знаете, это бывает любовь с первого взгляда, бывает сомневаешься, в итоге я очень рада, что я взяла эту сумку, она прям вот, знаете, вот, ну, прям куда хочешь с ней иди, ну, она такая чисто вот на спорте, у меня еще есть костюм, тоже спортивный, она идеально туда подходит, он такой светло-серый, а это такая чуть, ну, темно-серая такая, скажем, и я ее очень сильно люблю, реально, еще из-за того, что она мягкая, можно швырять, она не поцарапается, то есть вот такой, знаете, вариант, вот куда хочешь, туда и иди. Вот прям даже не страшно, и вот даже, если испачкаешь, не страшно, бросил в стирку и пошел, вообще офигенная универсальная вещь, вот реально, с ней можно делать, что хочешь. Следующая моя сумка тоже от Michael Kors, и я рассказывала в своем одном из предыдущих последних влогов, когда я покупала сумку свою вот эту, да, с которой я сейчас хожу, рассказывала, показывала вот эту вот Michael Kors, которую я безумно сильно люблю, я при ней тоже в других видео говорила, что это просто, просто бомбическая сумка, очень похожая на вот эту, то есть вы понимаете, наверное, да, почему я влюбилась в эту с первого взгляда, потому что очень долго я была фанаткой вот этой сумки, и даже убрала ее в шкаф на какое-то время, чтобы не заносить, чтобы она, ну, продолжала оставаться такой свеженькой, новенькой. Так, сейчас я вам покажу сумки, которые я вообще не ношу, конечно, когда эти сумки появились в моей жизни, я их носила, но это было не очень долго. Итак, вот эта сумка от бренда Carl Lagerfeld, я ее покупала в Лондоне, так же, как и вот эту, это было очень давно, когда я была в Лондоне, я давно там не была, и тогда у нас еще не было в Москве даже открытого магазина Carl Lagerfeld, поэтому, когда я увидела его там, мне просто снесло крышу, и я побежала покупать, я очень много денег, помню, тогда потратила на сумки, я и маме купила, и что я там только, ну, короче, я много все купила. Есть минус у этих сумок, здесь вот эти замочки очень, короче, хлюпенькие, или как это назвать. Она прикольная, типа, необычная, но сейчас, наверное, уже я такого не ношу, типа, знаете, я как, когда я моей маме говорю, давай тебе вот эту кофту, давай ты эту кофту наденешь, она говорит, Юль, мне не 18, но это типа, знаете, да, ты уже просто не можешь себя в этих вещах ощущать, ну, на свой возраст, то есть, как будто бы я пытаюсь молодиться с этой сумкой, ну, типа, как будто мне 16, ну, короче, не знаю. Эта сумка, наверное, поспокойнее выглядит, ну, блин, я не знаю, вот вроде прикольная, но я не знаю, куда с ней ходить, сюда ничего не помещается, клянусь, сюда, наверное, только ключи поместятся, и, может быть, денюжка какая-то. Не, реально прикольная, да даже эта блестящая, ну, реально клевая. Следующая сумка тоже Карл Лагерфелд, это тоже был подарок, наверное, был первый подарок от бренда. Мне очень нравилась такая форма, и то, что она такая необычная, синяя, конечно, видите, из-за такого материала, я не знаю, что это, типа, какой-то латекс, я не знаю, она выглядит такой заляпанной какой-то, ну, наверное, это не очень хорошо. Здесь много мелочи и жвачка, не все сумки у меня стерильные внутри. Это носится вот так, ну, блин, это тоже, знаете, такое, типа, как будто я еще в школе учусь, наверное, просто не мое уже. Ну, как не знаю, типа, не мой стиль, я такой раньше носила в прошлом, сейчас мне это как будто не идет даже, то есть вот такое, не подумай. Есть еще вот такая сумка, это тоже был подарок от Iceplay, я ее носила, наверное, один раз. Реально, я не понимаю, почему-то, как мне ее с чем-то сочетать, и, наверное, стиль не совсем тоже мой. Хотя, вроде, прикольно, у меня даже есть фотки с этой сумкой, но что-то как-то не получается у меня, не получается мне как-то ее стилизовать с чем-то прикольно, так, чтобы не зашло. Но я думаю, что, судя по тому, какие сумки я вам показывала, говорила, что мне нравятся, вы понимаете примерно мой вкус и знаете, что мне дарить. Намеки такие. В общем, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что вы ничего про меня плохого не подумали, надеюсь, что у вас все хорошо. И желаю всем девчонкам, чтобы у вас были самые классные и клевые сумки. Конечно, счастье не в брендовых каких-то вещах и все такое, но просто это же какие-то такие вещички, мелочи. Они же девчонок делают счастливыми, да, в принципе, как и парней, какие-то вещи могут сделать счастливыми. Главное оставаться человеком и иметь правильные ценности в жизни. Но нет ничего плохого, если какая-то вещь делает тебя счастливым. Наоборот, мне кажется, это здорово. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok